привет всем и добро пожаловать на мой канал если ты смотришь это видео значит и тебе так же как и многим другим пришла информация от adsense насчет того что нужно предоставить налоговую информацию и насчет удержания налогов сша в размере 24 процента здесь вы можете прочитать все задаваемые часто вопросы но я вам покажу как нужно заполнить форму для того чтобы не оплачивать эти 24 процента так как я уже заполнила эту форму я создам новую форму входим наш аккаунт аккаунт adsense и в разделе платежи заполняем налоговую информацию первый вопрос в налоговой информации это являемся мы физическим или юридическим лицом нажимаем физическое лицо и кнопку далее являемся ли мы гражданином или резидентом сша нажимаем нет и далее так как мы не являемся не гражданином и резидентом сша нам нужно выбрать форму w8b она требуется заполнить велич физическим лицам зарегистрированы за пределами сша также эту форму необходимо предоставить чтобы запросить льготы в соответствии с соглашением об избежании двойного на налогообложения вначале нам нужно заполнить латинскими буковыми как указано в налоговых документах имя физического лица заполняем иностранный номер налогоплательщика из 13 цифр далее указываем страну гражданство в моем случае это молдова нажимаем далее теперь нам нужно заполнить то есть у меня адрес постоянного места жительства абонентские ящики адрес третьего лица он совпадает нам нужно заполнить первой строке адрес улица также город и если почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадает также нажимаем да следующий вопрос который у нас появляется соглашение об избежание двойного налогообложения претендуете ли вы на пониженную налоговую ставку в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения мы нажимаем да так как мы являемся резидентом страны с которому саша заключена соглашение об избежание двойного налогообложения. Выбираем страну, в моем случае это Молдова, и так как юристы от AdSense уже подготовились, и они нам уже даже приготовили даже статью и пункты из этой статьи, мы выбираем все три вида деятельности сервиса AdSense, кинематография и телевидение, YouTube, Google Play, и авторские права в других сферах, YouTube, Google Play. В статье и пункт, так как нам, как я уже говорила, юристы от AdSense уже приготовили нам и номер статьи и пункт статьи, и в налоговой ставке выбираем 0%, пониженная ставка. Также нужно нажать подтверждение того, что физическое лицо, указанное в разделе налоговой информации, является налоговым резидентом страны, выбранной на шаге налоговой информации и подпадает под действие условия соглашения об избежении 2 нового налогообложения. Нажимаем далее. и автоматически Google AdSense нам заполняет форму, которую мы можем здесь увидеть, форму, которая уже заполнена, автоматически 4 формулы. также форма W8BEN. Мы подтверждаем, заполняем наше имя так же, как она была указана в первом пункте, и так же, как указано в наших официальных документах. Дальше у нас появляется информация о деятельности и оказании услуг на территории США. Следующий вопрос. Оказывало ли ее юридическое или физическое лицо, указанное в разделе налоговая информация, услуги компании Google или ввело ли деятельность для нее на территории США? Мы, конечно же, здесь нажимаем «Нет». Следующий вопрос. Офидевит об изменении налогового статуса. Получали ли вы платежи через платежный профиль, для которого предоставляете налоговую информацию? Если ваш аккаунт новый и вы не получали средства с данного аккаунта, тогда вы нажимаете «Я предоставляю налоговую информацию для нового или существующего платежного профиля, который не использовался для получения платежей». Если же вы уже получали денежные средства, то есть платежи с этого профиля, значит вы выбираете второй вариант «Я предоставляю налоговую информацию для существующего платежного профиля, который уже использовался для получения платежей». нажимаем отправить его все правильно как я вам сказала заполнили форму w8b значит у вас появится статус одобрен также вы увидите что налоговой формой ставки выбранная ставка будет ноль процентов то есть здесь будет все подтверждено зеленым цветом постоянный адрес также я его зачеркнула чтобы вы его не видели и почтовый адрес также если вы вдруг что-то изменили либо вы неправильно заполнили но статус тоже у вас одобрен вы в любой момент можете отправить новую заявку но имейте ввиду что предварительная заявка будет стерта также эту заявку нужно заполнить до 31 мая